Срочные сообщения приходят сейчас из Донбасса. Украинские силовики обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Под огнём оказался город Докучаевск. Там повреждён жилой дом. О пострадавших не сообщается. Постоянные провокации со стороны Киева заставили ополченцев встречать этот Новый год в окопах. На передовой работает наш военный корреспондент Александр Сладков. И вот его репортаж. Командир разведывательного батальона «Спарта» армии ДНР едет на передовую поздравлять своих солдат, обороняющих Донецкий аэропорт. Традиция. В надёжном укрытии наряжена ёлка и можно собрать бойцов в одном строю. Самое главное, что в этот год у нас не было потерь. Мы не потеряли боевого духа. В следующем году вам хочу пожелать, чтобы в следующем году вы росли, не останавливались на месте, потому что идеальных людей нет. Долгих фуршетов здесь нет. Вместо шампанского сок – закуска самая простая. Чтобы дети, родители были рады вас всегда видеть, рады были вас слышать, чтобы не забывали вы о них, а не о вас. Поэтому семейного счастья, благополучия. Да не бой, не стесняйтесь. Это же сок! А это мы в Ясиноватой. Для выезда на другой участок фронта нужно принять меры безопасности. Высаживаемся в районе печально известной жаркими боями Авдеевской промышленной зоны. Этой ночью здесь удивительно тихо. В предвкушении Нового года настроение хорошее. Поздравление с Новым годом! На границе с Прикорпатской области. Я понял. Нам-то галитян надо. Ну, почему? Можешь... Нам чужого не надо. Нам развернуться можно. Там полигоны можно сделать. Ну, да. Ну, тут все на скорую руку, потому что тут боевое дежурство уже. Тут уже без сока в стаканах. Это уже боевая позиция. Солдаты едва сходятся на пару минут, чтобы сказать друг другу несколько теплых слов в новогоднюю ночь. Всегда вооружены, одеты и надеемся, что пройдет она хорошо, но все-таки могут они нас как-то начать колупать. Вот такая новогодняя ночь в окопах Донбасса. Сюда стреляют. Это вот та самая боевая точка, одна из многих, которая протянулась на 300-километровую линию фронта ДНР. То тихая война, то громкая. В одну секунду тишина может просто рухнуть. Александр Сладков, Павел Выдрин, Игорь Уклеин, Олег Бондаренко, Андрей Руденко. Вести Донбасс. Вести Донбасс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова